МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! Итак, лето в разгаре. В разгаре наш игровой сезон. И, как в свое время я и обещал, те команды, которые, ну, не повезло им в начале нашего цепочного сезона, в начале наших регулярных игр, сегодня они получают второй шанс. Справа красавцы, богатыри, как на подбор. Команда Влада Макаренко, 27-я школа. Справа от меня, слева от вас, ну, вот лицо, которое вы должны уже запомнить. Я думаю, вы помните блестящую игру Маши Тарасенко во главе сборной школьников, которая сумела свести в ничью матч с командой педагогов. А это вам не хухры-мухры, как говорят в народе, Маша Тарасенко, 69-я школа и ее друзья. Влад, кто готов играть блеф-игру? Тимофей не против. Тимофей, великолепный. Я знаю, что у вас два Тимофея в команде. Хорошо, дальний от меня Тимофей. Маша Тарасенко, кто у вас известный блеф-игрок? Всего неудачи улыбнется Леша. Леша, вот хорошо бы. Итак, Тимофей против Алексея, вперед! Не забывайте про ключевое слово. Оно может быть любым. Старт, вперед, марш, игра и так далее, и так далее. И помните, что бдит-бдит наш электронный судья. Итак, внимание, начнем блеф-игра. Верите ли вы, что Синее море относится к Атлантическому океану? Старт. Прошу. Нет. А почему? Нет. Не знаю. Вообще, честно говоря, нет такого моря на карте земных океанов. Отлично, 5 очков принес Алексей. В самом деле, удача улыбнулась. Во все 32 зуба. Оно 5 очков заработало. Играем. Верите ли вы, что немцы называют наши бабье лето летом паутины? Старт. Веришь, нет? Да. Да. Да, именно так с немецкого переводится слово, обозначающее наши бабье лето. Играем. Верите ли вы, что у молодого месяца рожки направлены влево? Старт. А Леша был первым? Думаю, да. Думаете, да. Ну-ка, давайте нарисуем с вами молодой месяц. Это вот так вот, да? Вот так вот. А для зрителей это вот так вот. Да, в самом деле, молодой месяц рожки влево. Отлично. Играем. Верите ли вы, что Москву называли златоглавой? Это был фальстарт, Алексей. У вашего соперника? Ну, думаю, да. Москва златоглавая. Конечно же, играем. И последний вопрос. Верите ли вы, что белгорючий камень Аллатырь из заговоров? Это на самом деле янтарь. И опять фальстарт у Алексея. Тимофей. Ну, думаю, да. Да. На море, на океане, на острове Буяне лежит белгорючий камень Аллатырь. Ну, он бывает и белый, и желтый, и темно-вишневый даже разных цветов. И в самом деле горит. Потому что это застывшая смола. Это янтарь. Вы правы. Отлично. И вот если бы не два фальстарта Алексея, было бы удача на стороне вашей команды. А так, Тимофей, 15-10. Команда Влада Макаренко, команда 27-й впереди. Следующий бой. Играем. Дуэль-игра. Дуэль-игра. Внимание. Пять тем. Пять боев. Лето красное. Это первый бой. Море синее. Второй бой. Добрые молодцы. Третий бой. Поле чистое. Четвертый бой. И солнце ясное. Пятый бой. У вас есть пять секунд, добрые молодцы и красные девицы, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед. Ну, время и стекло. Итак, пора, пора решать. Итак, лето красное. Вот как сейчас. Лето красное, с дождями, с грозами, с солнышком. Влад, кто у вас пойдет? Второй Тимофей. Второй Тимофей, второй. Это радует. Хорошо. А Маша у вас? У нас пойдет опять Леша. Опять Леша. Леша, это ваш второй и последний выход. Пускай удача вам улыбается. Итак, Тимофей второй против Алексея первого. Вперед. Итак, лето красное. Почему лето красное? Да потому же, что и девица красная. Красный, это значит какой? Старт. Тимофей. Красивый. Красивый, прекрасный. АПЛОДИСМЕНТЫ Как известно, это попрыгунья, лето красное пропела. Вперед. Тимофей. Стрекоза. Ой, попрыгунья, стрекоза. Да, а басня чья? Крылова. Крылова, конечно же, пяточков. Леша, руку на кнопку, внимание. Запись исторических событий по годам. Это она, старт. Тимофей. Летопись. Прекрасный ответ. Алексей, не аплодируйте сопернику. Я понимаю, что у вас благородство зашкаливает. Лучше жмите кнопку. Играем. Ах, лето красное, любил бы я тебя, Когда б ни пыль, ни зной, ни комары да мухи. Писал этот русский поэт. Старт. Леша. Пушкин. Пушкин. Писал он это абсолютно правильно. Видите? Играем. И последний вопрос. Самая короткая летняя ночь в этом летнем месяце. Старт. В июле. В июле вы не правы. Алексей, у вас есть шанс. В июне. В июне. Да, 21-22 июня. Самая короткая ночь. 30-20. Ну вот удача потихонечку начинает поворачиваться лицом к команде Маши. Ну, как избушка, помните, к лесу передом, а к богатырю задом. Итак, богатыри вы наши вернитесь на свои места. Следующий бой у нас играем. Итак, лето красное, а море синее. Увы, 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 этим летом немного белорусов может увидеть море синее, разве что во сне. Или наше озеро Нарыч, которое Белорусское море. Итак, тем не менее, море синее, помечтаем. Влад, кто на синее море? Попробую я. Хорошо. Капитан на море сразу. Машенька у вас. Все, моря знает Вика. Вика знает. Итак, Влад против Вики. Вперед. Вика, 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 Вика. Итак, море синее. В мультике он плыл к маме по синему морю к зеленой земле, причем на белом корабле. Старт. Мамонтенок. Мамонтенок, конечно. Вика, чем там кончилось? Нашел, мам? Нашел. Это радует. Приплыла на остров и нашел. Прекрасно. Играем. В синем море млекопитающее аналогичного цвета – это он. Фальстарт, 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 вас лад. И у Вики есть шанс. Кит. Какой? Синий кит. Синий кит. Большой щебри-большой щебри. А теперь, внимание, я буду ждать очень точного ответа. В этой сказке Пушкина старик со старухой жили возле самого синего моря. Сказка называлась «Старт». Прошу. Рыбаки и рыбки. Сказка «Рыбаки и рыбки». Браво, браво, браво. Обычно говорят «золотая рыбка», но это неправильно. Именно сказка «Рыбаки и рыбки». Браво, Влад, спасибо вам за знание. Играем. На этом небесном теле так называемые моря не синие, а темные. Что за тело? Время? Ну. Да. Возможно, это Нептун. Нептун. Не, на Нептуне там даже морей нету. Там сплошная такая глубочайшая атмосфера. Вика, у вас есть шанс? На Марсе. На Марсе. Ребятушки, что же вы так далеко забираетесь? Вышли сегодня... Так, задание домашнее. Вышли вечером, если туч не будет, подняли голову. Что вы видите перед собой? Золотистый кружочек. На кружочке темные пятнышки и светлые. Как кружочек называется? Луна он называется. Играем. Море удовольствия. Море впечатлений. Море знаний. Ну, прямо как у нас на игре. Здесь слово «море» имеет значение. Какое старт? Много. Много, абсолютно точно. Вика, браво. Я мысленно снимаю шляпу, если бы была, снял бы. А вот вы выровняли счет 35-35. Ну, тут немножко, Влада, нервы подвели. Фальстарт был. Ну, ничего страшного. Равная игра. Следующий бой. Вперед. Итак, добрые молодцы. Вот прямо вот, Влад, кто из ваших добрых молодцев пойдет на соответствующую тему? Максим. Максим, ждите. Так, ну, Маша, вы доброго молодца посылаете или красную девицу? Доброго молодца, Матвея. Матвея. Итак, Максим против Матвея. Вперед. Добрый молодцы. Руки на кнопки и не забывайте про фальстарт. Так. Из этого города в русской былиния выезжал удаленький дородный добрый молодец, уроженец села Карачарова. Из какого города? Старт. Опа. Опа, не знаете, блин. Он стоял за утреннюю в Амуроме, а к обеденке хотел поспеть в остольный Киев. Град. Илья Муромец. Из того ли города из Мурома, из того ли села из Карачарова. Теперь вы это знаете. Словари предлагают вместо доброго молодца этот синоним из одного слова на букву Ю. Старт. Юноша. Юноша, абсолютно точно. Играем. Шутка об идеальной стране. Там все молодцы добрые. Девицы красные. Волки сытые. А какие овцы? Старт. Да, с поговорками тяжело. Может быть, откормленные? Откормленные. Ну, чтобы волкам тяжело. Чтобы волкам, да. Попробуй откормленную овцу перекинуть через холку и унести в дремучий лес. На самом деле, все здесь, опять-таки, на постоянных эпитетах построено. Молодцы добрые. Девицы красные. Волки сытые. А овцы целые. Есть такая поговорка в жизни. Играем. Это хищная птица в слове о полку Игореве символ доброго молодца. Что же за хищная птица? С каким еще сравнивают добра молодца? Летит как... Ну, хищный птиц. Орел. Орел. Поменьше. Сокол. Сокол, конечно же. Хорошо. И заканчиваем. Добрый молодец в сказке требует, чтобы она стала, как мать поставила, к лесу задом, а к нему передом. У кого требует или у чего требует старт? Прошу. У избушки Бабы-Яги. У избушки Бабы-Яги на курьих ножках. Абсолютно правильный ответ. 45-40. Великолепная игра. Поздравляю, Максим. 45-40. Следующий бой. Итак, вышли мы в поле чистое. Взяли мячи булатные, стрелы каленые. И Маша нервничает. Бедная сейчас, Машенька. Итак, Влад, кто у вас в поле чистое пойдет-то? Данила. Данила. Ох, богатырь наш. Белорусский. Машенька, у вас? В чистое поле пойду я. Ого-го-го-го. Итак, Данила против Марии. Вперед. Машенька. Играем. Поле чистое. С ним выходит ночью в поле герой группы любые. Поехали. С конем. Выйду ночью в поле с конем. Вы правы, да. Так называют зерновые культуры, которые сеют в поле на зиму. Старт. Прошу. А зимы? А зимы – это точный ответ. Маша. Я в вас верю. Играем. Из народных примет на праздник Рождества Богородицы. На причистую поле. Какое старт? Рифмуйте, Маша. Благодарю подсказчиков. Вы лишили сейчас и свою команду, и соферников верных пяти очков. На причистую поле чистое. Играем. На этом поле. Историю вспомнили. Сошлись войска Дмитрия Донского и Мамая. Старт. На Куликовском поле. На Куликовском поле. Вы правы. И заканчиваем. Из трех растений на белорусском гербе. Сейчас лихорадочно вспомнили, что там за растения. Только одно не совсем полевое. И это. Старт. Василек. Василька, я вам клянусь, нет на белорусском гербе. И никогда не было. И, надеюсь, никогда не будет. Маша, может, вы вспомните? Так. Так. Давайте вспомнили. Что там у нас? Есть клевер. Так. Есть пшеница. Ну, рожь, да. И что еще? Давайте выбирайте из клевера и ржи. Клевер растет в поле? Рожь растет в поле? Рожь растет. А клевер? Ну, значит, клевер не растет. Клевер на лугу. В основном вы правы, Машенька. 60-45. Даниил Богатырьч, ну, обидел красную девицу. Вернись на свои места. Следующий бой. Влад, кто у вас, как ясно солнышко, сейчас взойдет и обласкает всю команду и всю студию своими знаниями блестящими? Давайте я. Хорошо. Давайте ты. Машенька, кого отправляете вы? Сиять и греть. Сиять будет Ира. Ира. Хорошо. Итак, Влад против Иры. Вперед. Ира. Итак, внимание. Ясно солнышко. Она есть и у нашего светила, и у какого-нибудь там короля. Старт. Корона. Корона, конечно же. Играем. Ра. Был богом солнца в этой древней цивилизации. Старт. Египт. Египт. Нет, не могу принять такого ответа. Я прошу. Египет. Египет. Вот именно. Играем. Когда между землей и солнышком оказывается луна, происходит оно. Фальстарт. Вы поняли, Ира. Что случилось? Солнечное или лунное затмение? Выбирайте. Затмение. Какое? Тяжное? Солнечное. Солнечное, конечно. Луна заслоняет от нас солнце. Выкрутился. Молодец. Играем. Упоминая о недостатках самых достойных людей, говорят, ну, и на солнце бывают они. Старт. Они – это что? На солнце. Да. Хмурые дни. На солнце бывают хмурые дни. Нет, на солнце не хмурые дни. Они. Ирочка, это что? Вам никогда не говорили? Достойный человек. Ну, вот немножко недостатки. Ну, и ты гордо отвечаешь. И на солнце бывают пятна. Теперь вы это знаете. Следующий вопрос. Астрономическая единица – это расстояние от солнца до нее. Старт. До земли. До земли, конечно, Ирина. Вот, наконец-то, правильный ответ. 70 у богатырей Олега Иценковского. 55 у красных девиц и добрых молодцев Олега Наумовича Лейнова. Следующий бой. Вперед. Тест игра у нас тоже будет построена на постоянных эпидетах. Так что выходите на наше скоростное централизованное тестирование. Весело жмите кнопку и играйте из трех вариантов. А, Б и С. Кто поднимет эту неподъемную интеллектуальную ношу у вас? Максим. Максим. Ну, Максим уже пока. Это ваш второй и последний выход. Максим, напоминаем. Маша у вас? Ира. Ира против Максима. Вперед. Ира. Итак, постоянные эпитеты. На латыни серый волк. Это А. Урсус. Б. Люпус. Ц. Канис. Старт. А. А. Урсус. Урсус – это, извиняюсь, бурый мишка. Ира, у вас вариант Б или вариант С? Мне кажется, Б. Б. Люпус. Люпус – это и есть волк на подборе пять очков. Отлично, Ира. В русских сказках ветер обычно А – дикий, Б – буйный и С – ярый. Старт. Максим. Буйный. Отвечает ветер буйный, там заречка тихостройная, ну и так далее. Десять очков с игры великолепно. Такой чисто мужской вопрос. Хотя девушки так умеют стрелять глазами. Стрелы каленые. Стрелы каленые. Это стрелы А – зажигательные, Б – бронебойные и С – фугасные. Старт. Б. Бронебойные. Бронебойные. Каленые, то есть закаленные, обладающие большой прочностью, которые могут пробить броню. Вы правы, плюс десять. Ясным сказочники обычно называли А – голубя, Б – орла и С – сокола. Ира. Сокола. Сокола, конечно, плюс десять очков. И заканчиваем. Золотцы ты мои яхонтовые. Так вот, яхонтом стрелы называли А – рубин, Б – избрут, С – жемчуг. Старт. А – жемчуг. Жемчуг нет. Жемчуг называли по-разному, но ни в коем случае не яхонтом его называли. Ирочка, у вас есть шанс? Возможно, рубин. Рубин. Вот был синий яхонт – это сапфир. И красный яхонт или золотой яхонт – это рубин. Браво! Девяносто семьдесят пять. Максим, мои аплодисменты и аплодисменты студии. Великолепная игра. Следующий бой. Слайд-игра. Итак, слайд-игра. Любимая, самая любимая игра наших эрудит-пятерочников. Ну, что может быть проще? Буква, картинка, нужно назвать слово. Влад, кто у вас знает азбуку в пределах от буквы «А» до буквы «К»? Данила лучший. Данила лучший. Данила, супер. Такой большой мальчик уже знает азбуку. Хорошо. Машенька. Ну, школу не закончила Вика. Уже закончила? Да. Вика, я вас поздравляю. Как хорошо. Школу закончила и азбуку знает до буквы «К». Прекрасно. Данил против Вики. Вперед. Ничего жать не нужно. Начинаем мы с вырагающей стороны. Данил, играем. Амулет. Амулет – это правильный ответ. Плюс пятнадцать. Вика, я верю в вас. Бита. Это буква «Б». Ну, а, в руках «Бита», да. А как игра называется? Тише, тише, тише. Спокойно. Ну, в руках «Бита». Бейсбольная. Бейсбольная «Бита». Молодец. Великолепно. Данил, играем с вами. Буква «В». Вирус. Да, вот так и изобразили компьютерный вирус веселые художники. Играем дальше. Град. Град, конечно. Везет, Вике. Данил, с вами. Дистанция. Да, вот соблюдаем мы до сих пор вот такую вот дистанцию. Полтора-два метра. Прекрасно. Вика. Как одним словом все это можно назвать? Ну. 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 Еда. Еда. Правда, кукольная еда. Да, но тем не менее, еда хорошо. Данил, прошу. Жаворонок. Прекрасно. Замечательная птичка. Я сам жаворонок, так что я его люблю. Особенно. Вика, с вами. Это «З». Мужской вопрос. Запчасти. Ух ты. Да, это запчасти. Данил. Изюм. Вот такая изюминка должна быть в каждом человеке. У каждого человека своя изюминка. Браво, Данил. Вика. Последний вопрос. Капельница. Это капельница. Великолепно. Чудненько отыграли мы практически без ошибок нашу слайд. Слайд-игру. Счет не такой же страшный. 165 у богатырей. 150 у добрых молодцев и красных девиц Маши. Решающая. Риск игра. Вперед. Ну что, риск игра. Влад нужен самый сильный, самый умный, самый быстрый, в общем-то, самый-самый-самый супер игрок. Я надеюсь, что сейчас имя чье-то прозвучит. Тимофей Второй. Тимофей Второй. Ну, тоже должны помнить Тимофея, когда он рубился в составе тройки богатырей и стяжал лавры и любовь всей студии и всех зрителей. Итак, Тимофей. Машенька. Рискну я. Лучшие люди. Тимофей против Маши. Вперед. Напоминаю, что вот тут уже я буду строго следовать правилам и пресекать все фальстарты. Так что будьте внимательны. Ключевые слова ждут. Начнем. Лето красное. Википедия называет лето временем года между чем и чем. Старт. Осенью и весной. Да, весной и осенью, осенью и весной. Вы правы. Плюс 20 очков. И если я не ошибаюсь, вы вывели свою команду вперед. Играем. Море синее. С их помощью в стихах Корнея Чуковского лисички море синее зажгли. Старт. Маша. Спички. А лисички взяли спички. Маша. Вот это игра. АПЛОДИСМЕНТЫ этого гомельского предприятия. Старт. Маша. Гомсельмаш. Гомсельмаш, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем. Ясно солнышко. Знаком солнца алхимики обозначали этот благородный металл. Какой? Старт. Золото. Золото. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Пять очков не хватило Тимофею второму нашему, который героически сражался против Маши. Маша вздохнула с облегчением, улыбнулась. Победа. Ну, как говорят в другой игре, это всего лишь игра. Или, как говорят у нас, это всего лишь шоу. Итак, наша эрудит пятерка поздравляет всех участников. Ну, практически равная игра, практически ничья, как все недавно было у нас. Победа команды Маши Тарасенко. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша эрудит пятерка, очередная игра завершена. Что я могу вам сказать? Наслаждайтесь летними яркими денечками. Будьте здоровы, будьте счастливы. Учебный год еще не скоро. Только в сентябре прозвучит наш замечательный девиз. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok